Шестой класс, четвертая серия. Решение задач. Задача первая. Какой одной и той же цифрой следует заменить в числе все нули, чтобы полученное число делилось на 36? 36 можно представить в виде произведения двух взаимно простых чисел. 4 умножить на 9 – это 36. То есть число делится на 36 в том случае, если оно делится на 4 и на 9. Давайте начнем с признака делимости на 9. Сумма цифр данного числа – 24. Если в этом числе нули, сумма цифр – 24. Если вместо нулей записать единицы, тогда сумма цифр числа будет 24 плюс 3 – 27. 27 делится на 9. Делится ли это число на 4? Две последние цифры данного числа образуют двузначное число 16, которое делится на 4. Значит, если вместо нулей записать единицы, число будет делиться на 36. Давайте посмотрим, нет ли других вариантов. Если вместо единиц записать четверки, сумма цифр числа будет 36 будет делиться на 9, но не будет делиться на 4, потому что две последние цифры образуют 46. 46 на 4 не делится. Значит, четверка не подходит. А вот если записать цифру 7, вместо каждого нуля, вместо трех нулей записать 3 семерки, сумма цифр числа будет 24 плюс 21 – 45. 45 делится на 9, значит, это число будет делиться на 9 и будет делиться на 4, потому что 76 делится на 4. Итак, ответ в этой задаче. Надо заменить нули единицами или семерками. Вот возможные варианты. Задача вторая. Какую цифру надо приписать справа к числу, чтобы полученное число делилось на 15? 15 можно представить в виде произведения взаимно простых чисел. 3 умножить на 5 – это 15. То есть число делится на 15, когда делится на 3 и на 5. Число делится на 5, если оканчивается на 0 или на 5. Так, допустим, в конце 0 приписали. Будет ли это число делиться на 3? Сумма цифр числа 30. 30 делится на 3. 0 в конце, значит, делится и на 3, и на 5, значит, делится на 15. Так, а если в конце приписать 5, то тогда не будет делиться на 3. Сумма цифр числа будет равна 35. Итак, надо приписать 0. Задача третья. Мама дала детям конфеты. Дочери половину всех конфет и еще две. Сыну половину оставшихся и еще две. Конфет не осталось. Сколько конфет было у мамы? Давайте решим эту задачу на отрезки. Построить надо отрезок. Затем этот отрезок давайте разделим пополам. Значит, дочери половину и еще две. Так, а остальные конфеты мама дала сыну, потому что она дала половину оставшихся, еще две, и конфет не осталось. Значит, сыну мама дала 2 плюс 2, 4 конфеты. Половина всех конфет это 2 плюс 2 плюс 2. Половина всех конфет 6. Значит, дочери мама дала 6, да еще 2, это 8. Сыну 4, а всего конфет у мамы было 12. Задача четвертая. В велогонке все участники стартовали одновременно и показали на финише различное время. Петя финишировал сразу после Коли и оказался на пятом месте. Так, давайте покажем на прямой. Так, Петя финишировал сразу после Коли. Вот, допустим, они бегут слева направо. Коли. И Петя оказался на пятом месте. Значит, Коля на четвертом месте. Если Коля на четвертом, значит, впереди еще 3 участника. Так, известно, что Коля был десятым с конца. Если он десятый с конца, значит, за ним еще 9 человек. 9 человек за ним, он десятый с конца. Значит, 9 за ним, Коля, да еще 3 человека перед ним. Сколько же всего было человек? 9 плюс 1 плюс 3 – 13. Ответ 13. Задача пятая. Можно ли разрезать квадрат на два равных пятиугольника? Можно. Варианты разные. Давайте один из возможных вариантов рассмотрим. Например, можно разрезать вот таким образом. Равные фигуры совпадают при наложении. Так, давайте зеленым цветом покажем вершины одного из пятиугольников. Это одна вершина, вторая, третья, четвертая и пятая. Итак, можно разрезать, например, так, как показано на рисунке. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...